Инициатива наказуемой жильцы дома по улице Рубана в Хортицком районе за свои деньги установили небольшую крытую автостоянку, чтобы разгрузить придомовые дороги. Спустя три года к ним пожаловала исполнительная служба с актом на демонтаж конструкции. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Улица Рубана 20, окраина Бабурки. Возле дома практически одни пустыри. В 2011 году жильцы на собрании кооператива решили построить небольшую автостоянку для своих машин. В Хортицкой райадминистрации получили согласование, сдали почти по 5000 гривен и соорудили на месте заброшенного пустыря крытую автостоянку на 25 машин для собственных нужд. Таким образом разгрузили придомовые дороги, по которым в случае необходимости теперь может свободно добраться скорая помощь или спасатели. А ведь раньше здесь было не проехать, говорят жильцы. Отметим, что стоянка неплатная, предназначена только для владельцев машин, проживающих в этом доме. Если раньше здесь стояло 8 машин, сейчас стоит 30 машин. Порядочность. Удобно, красиво, никому она не мешает. Почему нашим бюрократам она мешает? В августе этого года Хортицкая прокуратура подала заявление в суд о том, что это строение незаконно. И 8 августа хозяйственный суд принял решение снести ее. Председатель кооператива Александра Коренчук рассказывает, знать не знала о том, что для благого дела нужны особенные документы. В срочном порядке стали их собирать, однако это оказалось делом не из легких. Захожу, там мне документы должны выдавать. 123-я комната. Это не у нас. Идите в 122-ю. Пошла в 122-ю. Это не у нас. Едьте, короче говоря, на украинскую. Бегали, бегали люди по кабинету. Ну, не достучались они. Просто оказалась какая-то закрытая дверь. Ну, так что теперь? Ну, давайте, давайте снесем. Вы посмотрите, у нас только разрушают. У нас хоть один дом строится вообще? Вообще на бобурке. Ничего не строится. У нас только ломаем. Мы только разрушаем. Собрать документы вовремя не успели из-за бюрократической волокиты, сетует председатель кооператива. В итоге появилась исполнительная служба с документами, милицией и техникой для демонтажа. Жители дома буквально своими машинами и телами закрыли проход к автостоянке. По приезду нашей съемочной группы силовики и госслужащие покинули место действий. Как рассказали жильцы, им дали 10 дней на приведение документов в порядок. Она стояла, никому не мешала. Но на данный момент пришла исполнительная служба, показала документы и сказали, мы приступаем к выполнению работ по демонтажу этой стоянки. У нас есть две недели, чтобы собрать документы, или окончательно ее узаконить, либо показать, что вот-вот-вот мы ее узаконим. И тогда зачем же здесь пустырь, трава и бурьян? Сейчас люди собирают деньги на адвоката, чтобы обжаловать решение о демонтаже стоянки и параллельно готовят необходимые документы на право собственности. В своей инициативе очень надеются на поддержку со стороны властей.